подъем а да 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 твоей дудкой думать завтрак будет завтра сальцо такое чуть-чуть подварено это просто соленая специально между ними хлебушек подошла не сильно да с забавкой такая у меня сумка там и вот там солнце пробивается я скажу что этот берег более удачный вчерашнее утро было самый приятный процесс по ходе чашка большая чашка большая же полно было все равно кашла вот чашка так кому еще у Серега каждый день будет дежурить да он вчера как-то прохалтурил нет он по создаче и вчера вот что он так нам это накладывал такой сиплый голосище подъем подъем как будто это в зоне строгого режима там ничего бродяги смотрите она же побежала побежала на одной ноге давай ложка где-то давай твою ложку солнышко выходит все утро начинается так тебе погорячей посуду помыл сейчас надо собирать вещи на полчаса еще до выхода осталось мы успеем все это скидать от палатки единственное солнце на поляну выйдет самый простой способ просушить приготовление отправки под хачку ката все развязывается все развязывается пила, нож, пила 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 печка замытая уже замовьем уже кинула с поселка прикачивались дали но главное эти колышки еще надо веревки к ним какие-то оранжевые привязать то они серые не видно ничего вот сейчас костровой все складываем вот так вот сделаем дрова сколько смогли но забрали допустим что-то оставили людям много было заготовили так это не наше это прибыли было так Серега иди спереди потом свяжем Андрей ждешь подожди подожди, подожди, подожди аккуратно а то я задом плохо хожу ага, все не научился еще так нет среднюю скорость да и скорость средняя и время сколько пройдем ну даже на основании сегодняшнего дня можно будет уже да решить как мы будем дальше двигаться да вот эта стоянка просто отличная вот утро ни комаров ни мышки нету ничего не заедает вот если кто пойдет смотрите вот эти осыпи это шорт айгу прошли там пару поворотов и будете здесь вот так в воде воронки образуются какие-то камни крупные лежат рыбак показался ну пока не видно где его стоянка ни лодки нету там где-то наверно в кустах все-таки балаганчик есть развернемся посмотрим откуда мы уходим вот этих скалок красивых ну та стоянка просто шикарнейшая я говорю там надо такую полудневку обязательно делать ну если хорошая погода да естественно что такое двух клещей вчера сняли вот из себя пившись и ничего не было ни одного катамаран пох плывет быстрее всех это точно сильно заметно луна показалась вон там нет облаков нет это утро заволокло все вчера вечером громыхало-громыхало и куда-то ушло вон там вон там вон там вон там но вода чуть чище пошла туда тоже на экспорт отправляли сами дома строили и а ну да это откуда выше по-моему да где-то развернется поменял вон там поменяла 99% на этой батарейке то есть полтора часа могу не беспокоиться вот 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 да да и смотрите у нас правый берег одна сосна стоит просто по скале главное нет вот прям по скале одна сосна они кривые кривые какие-то облезшие но главное смотри вот они начинаются левый край ни одной вообще не видно вот и потом по скале это больше кроме сосны там вообще ничего нет здесь вот березы сосеные цепляется как-то за берег на улице жарко я сижу так вот закрытый весну и знаете сгораю быстро нарезаю там нет голову иногда открываю да чтобы такой не было под горшок стриженный контраста чтобы не было берег как бетоном отлитый скал льдом вытесаный сосняк запах пока не чувствуется сосны да чуть-чуть балодистый запах от воды у нас трек пишет ну примерно у нас скорость сейчас и четыре с половиной километра идем то есть без весен без всего основным течением места встречаются красивые с уступами вот такие вот так вот связались узел закрепились берегу надоело рыбачить а я вот как раз а я вот как раз загораю у тебя ноги не сгорят лицо вот здесь главное намазать в это водой не смывается ну она водостойкая как бы там можно несколько три-четыре раза я из-за этого специально покупался вы видели я покупался скакали там давай а ты сегодня без а панель все я еще такой Костян молодец да друзья самый ответственный момент надо подойти к ручью здесь стоянка пошли будем загребать туда вообще в таких скалах много пещер то есть это на балаксея пещеры здесь вот пещеры выше допустим ну давай туда ниже ну да тут выйти то что за ручей выходит ну нет все паркуемся нормально это водопад Сага это водопад это Сага Шорский парк посещение по разрешительным документам телефон водопад Сага или Сага ну здесь такая как бы поляна да бочка мусора есть курить нельзя вот для курящих здесь да недавно недавно да вода мутная идет наверное дожди здесь вчера были вода мутная идет вот это гром то который гремел фонали проекты россии походу 200 метров пройти надо ну не такие что у нас холодный холодный и свежие крючья вот лезем еще замечательно гуляем а не сейчас бегаем нормально быстро есть какой то проход пучка уже большая вот водопад ну да ничего интересно посмотреть пойдет да зачетно не нельзя в горах кричать не поднимает я не знаю ничего не не домой не 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 а вон смотровая площадка сюда нужно поднять поднимать что начнется она только можно установить не ходить по таким местам о кедр какой ну вот на росту ну наверно скорее всего туда надо на смотровую идти я в этих тапочках не пойдет сланка кроссовка жду однажды с ногами соскальзывает неудобная обувь мне нравится вот этот народ кедра ровка зелёных выгодно ну это типа корня у него сюда ответвление поход зацепился же скалу вот народ там я побежал вот сюда сюда вот сюда вот сюда Как будто раз по голове колодки. Да, по голове. Сейчас еще что-нибудь. Я сейчас на фото. Ладно, сейчас мы тебя снимем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ходил DimaTorzok Да, наверное Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я уважаю вас на исследованиях Югил ДимаTorzok Он даче сказал, что вода вытекает По крайней мере так вот официально никто про это не говорит, что здесь Но опять мы ехали на паусе, на сплав Андрей там вез к нас, он сам спелеолог И там вот эта пещера, мы останавливались около реки Он говорит, она буквально недавно открытая, то есть все знали, что эта гора есть Никто пещеру найти не мог, вот случайно один мужик нашел Так что тоже это не показатель, что есть она сейчас официально, нету В любой момент может быть открыта Так, ребят, мотор идет по же самому, мужик, который с утра еще вопросами задали Что рыба ловится, он говорит, конечно ловится Вот мы сколько уже прошли, ну более 10 километров с того места Вот он все на реке катается, туда-обратно Вот так столько много, наверное штук 30, наверное Вот они, сидели-сели у по берега, и мы проплыли, они скепишились тут Какая-то скала красивая, проходят под ней, под городом Она может чуть-чуть даже и подправиться вот здесь, между баллоном Ну почему всем связаться проще, потому что масса больше становится, и река тебе несет У нас хорошая скорость сейчас получается О, правильно Пропажа Так, что, расходимся? Поплыли? Не, нормально, все Тут сейчас такая система островов пошла Всем грибсти О, я нашел место, где я буду грибсти Вот это, вот эти носитель Кати, они очень, как называют, раз прицепить Смоленько, обслуживаем, поднимаем Вот что-то перекат веслами махать Они говорят, давай, Катя, берем подмачать Опять там Что, мы табаним или разворачиваемся? Да, табаним Если табаним, мы гребем Вера по-непольски А, я говорю, сильно? Я просто спиной не бегу Все, сейчас пошли Давайте кто на ход Нормальный ход Там пляж хороший увидели Думаю искупаться А почему погода-то хорошая Вон, 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 точно скалка Завяжемся на ней А еще немножко остыть надо Да, надо бы, да, уже Да, можно все говорить Только потом все вырезать придется Все нельзя говорить Так, табань Вырезать и штопать Мы сейчас, сейчас мы развернемся Табань, табань, активно Ага, ага Это дворок, ладно Не получается Нормально, нормально Зашли, зашли вон Все, хороший пляж Хорошая скала Все, и пошли Теперь я на ход Вот, вы табаньте А мы на ход Стоп Не, ничего, ничего Сейчас протянем Блин, смотри, какое место Сейчас чуть подумаем И нырять оттуда начнем В такой глубине бывает Скалы, да, вот такие опасные Ну, хотя бы Ну, пока О, хороший пляж Ёбка зеленая, да? Минусов нет На сплаве минусов вообще никогда нет Да Это поездка на снегоходах Значит, глубоко Сейчас Раздеваемся И купаться Че, ниже чуть стаим или здесь? А здесь вот, смотри, давай сюда. Давай-давай-давай. Да, и он у нас остывший будет стоять. Кат воду спускайте, нагретый будет стоять. Не-не, в воду. Ох ты, сколько мы лежги здесь. Сейчас я его вот так, знаешь, поперёк поставлю. Ну пока вроде как мы здесь. Чтобы он не нагревался. Окей, командир. Жаль какая приятная. Это же тема. И течения нет. Класс. Идеальная прям вообще. Да, обалденно, да? Вот здесь видать оно застаивается еще, согревается. Иди купайся, там камера снимает. Лен, вот стоит камера сейчас, если что, сходите по камеру, это вот она, стоит белая, видите? Я умею плавать на глубине, подняться можно? Давай я подниму. Лен, куда поможешь? Не надо. Так, кто-то хотел на выход, а сейчас уже подняться сейчас. Леня, у Андрея, ребенок маленький, пожалей его. Как камера поднялась туда, снимала, ну ладно. Там коряга вон торчит. Кто-то все равно вид добудет. Кормимся, балдеем. Не в тапках это надо делать. Вот, точно. Не, ну только в воду не прыгай, там не понятно, что там натянуты, какие-то коряги, еще что-то. Нет, нет, нет. Стоянка у нас хорошая была, все. Классно. Вот, все со стороны просто. Из-за протока вода бежит. Классно. Классно. Плавание. 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 Хорошее место, точно. Хорошее место здесь постановиться. Покупаться, побалдеть. Шикарное. мы наверстаем сейчас так для чего такая погода и нужно чтобы на воде отдыхать если не поздно сегодня придем я на первым делом сразу скинуть куда коптера поснимаю потом уже дела хозяйственные принципе можно сейчас здесь мы за счет купаться не буду или там просто времени потеряем ну да 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 мы можем но здесь просто его и не приземлить нормально хотя с руки взять можно на воде не спас жилетов да у них нет ничего да я думаю и прав тоже нету навряд ли загар солнечные ванны веслом ящерку зацепили пока купались она залезла мы сидим при первой возможности счета для снежного человека только увидел молодец андрей тоже заметил ну да вся она такая вот гора сточена это промытые это же здесь ники размывала да вот и грубые породы остались скорее сюда андрей у нас любитель да по пещерам полазить спелелок это вы даже ночевали до в пещерах там эти кости какие-то волков не они нет вы не ночевали а вы куда-то залазили какие-то кости какие-то этих откопали да ты готова копаем там железную дорогу сделать теперь оборудовали тележку из магазина построили деревянные трапы как камазик загружаешь 10 тюдер глины потом вывозишь на поверхность его привет на время прощаемся пока значит до тозгола идем там саня на деревне обеду готовить ребята здесь пока обедают а здесь стоянка кстати организованная классно а вон лоб то где это пещеры вот тут прошли ты вот валяется вот она ничего да может добегут пацаны чудом ручей подходит перед такой скалой все красиво смотрится ответственная падение анзаса мы еще не дошли там километров хотя по телефону что покажет час ну вдруг искупнулся вообще проходим такие как она деревня называется часы бук вот такой поселок да уж вы поймаете рыба такая простая я не надо учить паруса на тянули паруса да почему они маленького размера как бы сделано то есть зимой проще отопиться не так много заготавливать дров приходится баньки низенькие домишки но с высокими крышами именно потому чтоб снег скатывался с крыши вот добрый хозяин уже заготовил с того года по моему сено для коровы тарелки есть у всех солнечные панели телевидение работает в интернет нет под вопросом вот все остальное как и зрители лодки стоят без моторов кому хорошо здесь кому плохо может им хорошо здесь они тихо спокойно это определенные люди которые мне не интересно что там в мире ты вышел речку посадил вырастил а мы-то другие не важно слушайте а у них и огородов то нет как таковых вот-вот вопрос как они за счет чего за счет рыбы так одной рыбой то есть да я не думаю что тут смотри крыши как интересно сделано наклоны то есть они понимают куда снег да заносит где снежная и не снежная да нет и пока то в разную сторону развернуты вот у них то есть получается как то роза ветров вот это то ли баня то ли дома где флаг висит там его туалет сделан огород выкашен то есть нету никакой посадки но лодки тут наверно на каждый дом лодка ну да да есть такой как-то же сюда бензин доставлять значит может быть дорога есть плохенькая но у кого-то двухэтажный дом смотри да с балконами со всякими вот это крепкий хозяйственник живет тут стадо молодое в основном телята ходят коровы две то есть они какого-то одного даже породы одной шланг воду закинут воду качают сырьки ребенок бегает фиолетовые кофти дети вот вот так вот корова бегает ну это хорошая погода то есть мы смотрим как коняга валяется пауки мухи заедают хвостами машут вот так вот живут еще ребятишки в огороде да кто-то ну так и дом двухэтажный то это от хозяйственника ну такого живет кто живет самого хозяина зависит забором огорожен хорошо участок ну примерно ну там в пределах наверное не знаю там полкилометра если есть нету в глубине домов особо не видно то есть все по берегу стоят вот там один домишка крыши только виднеется и все но это до воды добраться проблемно чуть ниже поселка еще одна такая скала интересная на вид вот обтесные ветрами вот на этот плюс давайте здесь покупаемся Андрюш, ты нас отвяжешь? да, вот сюда зачалимся вот сюда, вот сюда на этот да, да, да там связали чтобы масса у нас больше была нам проще ничего мотор поднимается так все, идем ждать пока наших ребят и искупаемся так, а здесь что за железяка лежит так, аккуратнее сюда вот подходите что-то острое кузов от машины как будто или там лишь так какой-то черпало у него какой вода захлестывает выкидывает что, понесли чуть-чуть его? ну ладно, давай я тогда пускай в воде стоит я сейчас отвяжусь да сейчас привязать его оно бывает, знаете, как вот такой прилив идет один за одним просто болтает, болтает она начинает сама от тебя уходить ну хоть лодка хоть даже катамаран вот это уже более-менее надежно завязано мостик нашей прицепляться смотри зацепился покупаться еще как вода парное молоко вот вот я не знаю, что сейчас можно поймать в такой воде какого храбиса да, наверное, он просто вареный лежит на дне да, где-нибудь около ручья вот не есть ничего не хочет болеет, наверное, рыба я тоже сгорел короче, вот как куртва расстегнута была а вот и все вот так вот отгорело тут все белое но это я пытаюсь защищаться еще у нас много дней на сплаве так что надо следить сразу что-то не обгорит солнечный удар вот эти все не надо сейчас как-то посмотрю еще на этот вот это надо припустить чуть-чуть уже солнце печет горит, да? горит? да я тоже не пупается кто-то намазала уже неправильно называете ладно, сейчас дождемся ребята или пойдем уже да пойдем пока там костер сделан да точно точно да кто-то стоит просто купаются ребятишки ну смотри выходили видишь одеты купаются да блин там покупаться негде что наши появились ребята закричать сидим закрыты жарко смотри когда разливалась магма чашей так вот как будто знаешь волны вы как вплескали загорелые ничего себе каждый день купаются это мы тут закрытые прячемся от солнца вот вот уже показываются камни в виде порогов вот облизанные льдами обтесанные запирает вода здесь лед срывает ну это выше основной воды метра на два с половиной даже три такой уровень все острова затоплены классно хорошо встречного ветра нет ребята плывут за нами мы тоже вдалеке показывались за поворотом пятамаран розовый ну молодежь к вечеру уже прибудут там еще одну батарейку заменил сегодня уже как на 30 процентов сошла все ну зарядилась одна самодельный индикатор неисправно работает не пойму то ли заряжает то ли не заряжает через нее вот ну это сам разве три с половиной час 8 километров да надо было пройти 10 первая задача это приплыть первыми на поселок где-то припарковаться вот удобное место такое чтобы всех ребят встретить там ну и хочу квадрокоптер запустить уже встречать их вот судя по берегу да вот какая скорость у нас сейчас три с половиной четыре километра в час мы идем вот да если даже вот под себя смотреть то есть как будто бы очень быстро бежишь камни под того это наверное такая скорость и есть так это у нас деревня Усянзас вот до поселок но дело в том что его сразу заметно стало вот эти выпиленный ну лес допустим на косогорь это скорее всего или пастбищи или покосы то есть скот держать зимой чем-то же кормить надо в тайге таких у нас трещинный ветер вот обычно это музей все вот эти деревни это бывшие зоны где телевизор сплавляли его по реке левый край поселка Усянзас то есть по-моему в Шерегеше сюда дорога даже есть где-то здесь где-то здесь брод нам парень рассказал можно уехать на Учас на Артон ну и до Междуреченска если я говорю не ошибаюсь вот по-моему нам так рассказывали в этих местах на машине мы не были вот вот на лодке проходим новый дом строят ну и грусть здесь уже такой более шубильный поселок мы строим деревушку панели солнечные ну опять живут на реке у каждого лодка, мотор то есть без этого здесь не прожить то есть даже не сколько для рыбалки сколько это транспортное передвижение лодка у них какой-то дом цивильный с садингом обшитый как усадьба точно ну если кто знаком с этими местами пишите будем в следующий раз расскажем вам гараж вот да да показался то есть это транспортная здесь доступность значит есть цивильная ну я говорю все-таки это наверное все-таки дорога есть даже стройматериалы сюда не забросишь вот по берегу изгороди стоят заброшенные то есть это ну это где крапива растет это дома стоят стояли вот в тайге как узнать где человек жил то есть это покосившийся туалет он позже всего разрушится да и допустим вот такие вот островки заросшие крапивой крапива любит расти где человек вазик стоит по левому краю раса то есть он приехал в любом случае со стороны таштагола где-то дорога есть и вот нам тоже говорили что сюда можно выехать и проехать по борода не сильно глубокие после дождя таких особо не было нет мимо пройдем просто спросим где музей если знаешь как они могут сказать а мы вообще ничего не знаем правда если они как бы не местные наверное жители то же табличка показала шурский национальный парк хорошая дорога а скажите где здесь музей ну по правому берегу да тут края наловили хоть что-нибудь нет ну понятно ладно хорошего да часовня показалось это не рядом с часовней все ну наверно там потому что знаешь судя постройка новая да такая более музейная сделана еще машина да и легковая в принципе такие вот значит дорога хорошая да да едет вдоль берега кедровка кричит это она это не ворона да это точно это уже кедровка дружище жалко мне твои ступичные подшипники мазду не бережешь но это он наверно сам уже туда заехал здесь поля видно картошка насажена да сейчас наших и будем ждать очень много машин место красивое да такой распадок как узнать допустим где деревня смотри 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 да нет нет сейчас возьмем даже еще раз не знаю навряд ли но что бревна да где кострище вот это наверное сюда да по всей видимости сюда и надо подходить таз гол в принципе да слюси разложить какие нужны для обеда так пошел за камнем наверное сейчас что-нибудь перетащу что-нибудь вот что вот вот мы вот Субтитры создавал DimaTorzok Придумали Так, ребят, ну все, отлетался, кладык в склады, вот такой у меня цветной в этом сезоне, вдруг где-то падает, я его быстро нахожу, вот так вот, если что, лучше не терять Вера, 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 одну одну лопу тебе Одну я буженину размяла Когда говорится, около музея встретимся Ребята местные бегают Олег, ты кого-то здесь знаешь? Кого-то знаешь здесь? Директор музея Под открытым небом Как-то близко Дом Паштыка Чаша зарублена, да, но не особо так Больше затыкали, но может умение такое было Вот, сыпь в лапу срублен Возможно, это магазин бывший А то какой-то местный предприниматель, так сказать, жил Тоже разрушка такая Песовня Дом миссионера Понятно Это богатые дома Скедрерубленные А вот это называется подкатное бревно То есть летом, чтобы оно выветривало дом Чтобы не гнил сруб, потому что он стоит не на фундаменте, а просто на камнях Вот это и проветривалось Сейчас внутрь зайдем посмотрим Ну, пока расположусь здесь, обед готовим Так, ну, это в виде бани Как будто сделано Вот это хорошо дом срубленный Видите? Ласточкин хост, так называемый Это тоже какой-то амбар, да, да Естественно, что дом до сегодняшних дней сохранился Высший дом стоит Это уже более современный С бруса сделанный солнечными панелями освещения Так, ну, вообще дом отапливается Даже зимой можно, наверное, в нем находиться Потому что труба есть Труба современная, пичка Зернавески на окнах Поднимемся выше до музея Что там, интересное что-нибудь? Да, там скульптура деревянная Очень интересная скульптура По-моему, как это сделано, как кони упроща Чтобы на конях подходили, привязывали Дом Иванова Ленточки привязаны Вот, посмотрите, смотровая площадка хорошая Так, все, где-то Это наверно гора поклонения чему-то духом местным. Это природная. Показано, что шишка, богатство местное. Чуть непонятная женщина стоит, а что это такое, как бы выгоревшая или кедрухая. Это, говорю, благо, еще хорошая погода, что сюда подняться позволяет, если бы, допустим, дождь там, не сгоды, просто пробежали бы это место, не останавливаясь. Ребята купаются, уже пойду окунусь, все, пообедаем и пойдем дальше. Время около четырех часов, даже, может, пятых же. Столько здесь времени находимся. Ну да, наверное, батарею что-то вылетал на квадрике здесь. Ну пока так не знаю, что еще тут снимать. Вот влог туда немножко улетел, из парики ребятам встретили на катамаране нас. Ну какие-то участки куски вставлю. Сильно долго это не смотрится, это, знаете, как в дополнение к видео просто можно кусочек вставить, ну или потом нарезки каким-то сделать. Вот. Так, ну давайте посмотрим карту, где мы находимся и Санзас. Вот, на ту часть есть дорога. Порошка, Санзас, вот он. Ну, Замрасу, поселок следующий будет. Вот Замрасу, оттуда уже, по-моему, есть выезд. Сейчас и Бук, вот мы прошли сейчас. Суета, средняя суета, верхняя суета. Кемеровская область, Прокопьевск, Междуреченск, Киселевск, Новокузнецк. Так, складки, да? Нормально, у нас сплавляемся, отдыхаем. Что нормально сейчас? Вы что, купались? Ну да, так. По рыбалке как? Да, вообще нормально. Нормально, да? Не жарко сейчас по рыбалке? Да нет, наоборот. Жара стоит сейчас. Хорошо. Это самый вариант рыбачиста и отдыхать. Ну, отдыхать это заместо. Да мы сами отдыхаем, прям хорошо. Хорошо отдохнуть. Ну, пока еще на сплаве, нам еще четыре дня. А удача, ночевка, да? Да, туда дальше идем уже. По утрам маленькому покосим, днем тоже. Ну, понятно. А когда покоса нет? Рыбачишь? Ну, да. Ну, я пока не хожу на рыбалку. Вот моя женщина. Женщина ходит? Она рыбачит. Ага. Что рыбачить? Старик? Ну, нахожу, да. Льдом протесанное. Вот мы на брасе были там ниже. Мужик нам один рассказал. Говорит, это Екатерина приезжала в 2700 в каком-то году сюда смотреть на свои привиски. Это рабочие, типа крестьяне здесь камнями выкладывали для нее кареты. Ну, это, конечно, ерунда все полная. Это просто камень так переглаживается, дами затягивает. Один, как бы, дом такой, полуразрушки тут. Выглядит неплохо. У нас парень, который должен, там, или мужик, я не знаю, кто, пошел переоденуться. То есть, ну, более официально выглядит. Потом, что мы уже с камерами снимаем все. Он будет рассказывать. Вот. Что здесь. Да, у Димы, кстати, потом спросим. Ну, репортаж он у меня убрал. Сейчас по разу договорились тоже с ним. Я пошел просто не скажу, пока снимал. Вот, если что видео даст. Она нас и корнит. Где-то так. Пойдемте, муж. Пойдемте. Вот у нас гора Иган. В переводе кровавая луна. А, кровавая луна. Это что значит? Ну, что, заходит за ней луна как-то кровавая смотрится? Да, луна когда заходит. И она как-то вся красная встает. Кровавая луна. Вот эта, да? Да, да. Пойдемте вы посмотреть, да? Пойдемте, покажите нам. Ребятишки, пойдемте. Экскурсия. Это вы да проведете экскурсию нам? Да, да, да. Как вас звать? Константин. Константин. Я Андрей. Мы с Кемеровской области. Прокопьевский, Селевск, Новокузнецк, Междуреченск. Группу ребятишек ведем. Ознакомиться с местной. Ну, как природа. Есть смысл допустить ступень. По-началу, он, с самого начала, все деревянное было. Сейчас его все заново соорудили. Я смотрю, там светодиодная лента, то есть она светится, да? Ночью или нет? Вот это вот что-то лента такая. На крыше. Или это... Громотворка. Заземление, наверное. Заземление, наверное. Заземление, наверное. Понятно. Зазгол это в переводе, как получается, раньше не жили люди, они жили там за горой. Зазгол в переводе лок. Голый лог. Чистый ложок. И через него и музей назвали. Ну да, издалека видно, что тут как бы выкосы, покосы идут или еще что-то. Потом начали золотари, золото здесь копать. А золотари от Артона заходят сюда или где-то с этой стороны? С Шредеши. Тут же дорога где-то была, да, по логу, туда выходит. Вот здесь бров, вроде как, где-то уже рассказывали, есть или нет. Туда выезд. Не видел дороги, не было. Не было? Нет, как получается, вот Усензас, вот взять топорогов, пусть они не спокоятся, да? Да, но ниже Артона, вот до улицы Артона, да. Вот получается Дудаш 60 километров, в Кабарзу 60 и в Шерегеш. А, да, по дороге тоже 60. Да, тоже 60. Это получается 18 центов. А раньше Шелковый путь был, там приезжали закупщики, где принимали пушнину, да? Да, пушнину, это все. И Шелковый путь проходил как-то по горам вот так. И куда вы возили в итоге уходило? Ну там в Хакасию. В Хакасию все-таки, ближе туда было. Где с Хакасией ближе. Угу. То есть это купцы какие-то вот здесь в домах жили или это дома сельсовета какого-то, нет? Нет, нет, здесь как этот приехал. Блин, фамилию забыл. Юрбитский, он провез этого Иванова плотника. А дед раньше жили они в юстах шортцах. Такие дома не были. Понятно. То есть вот эти четырех стенок позже рубить стали вот это, да? Да. Потом вот плотник приехал, начал где-то людей учить, как что рубить. То есть это вот дома настоящие и старинные, да? Да, да, да. Сколько вот им лет примерно? Вот с какого года? Вот в 1853 году приехал этот плотник. И вот дом до сих пор и вовсе не стоит. Ну если это пристарировали понемногу. Понятно. Но все равно основа-то... Это дом Паштека. А кто такой Паштек или как это? Паштек, получается, с поселка главный был. А Иваново дом это тот, который наверху стоит. Да, да, да. Иваново дом. А это и вот с этого? Самого плотника, да? Да, да, да. А вот это в виде бани было раньше или это хлеб что-то такое? Что это со строением? Вот это? Ну построили баню, а как сейчас это не разрешили, что близко к берегу? А, не разрешили. Это уже новое строение, да, такое? Ну да. Но все равно стена вырублена туда, в крышу. А вы больше относитесь к нам? К хакасам или к алтайцам? Это мы? Да. Я шорстцам. Шорстцам? А я не знаю, ну как бы по началу это вроде как алтайцы были. Алтайцы были? Да. Ну там и как телевоты. Это получается как... У всех фамилии разные было. Ну в большинстве фамилии здесь... Вот они, короче... Там, там, короче, жили. Угу. И этот... Ну а самая распространенная фамилия какая у вас тут? У нас больше здесь Торчакова, Кадымаева, Атругашева. Скорого есть. Ну то есть такие фамилии старинные, да? Что здесь давно живут такие. Но вот этот дом все равно труба железная, это же так не была. Она кирпичная, наверное, изначально была, да? Это уже после реставрации такое стало. Вот. Лё. Она полностью деревянная была. А потом начало все это гнить. А сейчас у нас здесь границы получается вон. Вдоль тропинки идет. Вот. Та сторона уже на спарк идет. А национальный парк? Сейчас вот зайдем. То есть сейчас здесь не национальный парк? Нет. На спарк в Одессе. А сейчас здесь. А там дальше? Все. Ну вот там дальше опять на спарк идет. А. Все, 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 понял. Вот этот участок? Да. Это деревень, вот этот. Но вам все равно разрешено заготавливать дрова на зиму? Выписываем дрова. То есть рыбачить разрешено в любое время, да? Да. То есть никаких проблем с ним нет? Все по закону все. Да нет, дело не это. А это что за дома? Поднимайтесь выше, ребят. Пойдемте. Пойдемте, ребят. Вот это интересно сделано. Дома со степильными вверх, вторым этажом. А, понятно. Тут еще эпитафия стоит. Вот это амбар. Раньше вот такие строительства были. Токедажные. Ага. Что там хранили? Ну, раньше большинство вот это зерна, вот эти. Учитель Олега Владимировича. Вот так, кстати. Олег Владимирович, он его друг. Они здесь были неоднократно в последний раз. Они были лет семь назад, да. Валерий Макарович, он создал вот этот музей. А, вот. Понятно. Учитель Олег Владимирович был. Ну, и вот ты, Олег Владимирович был. Девяностые годы. Вот так примерно. Причастен тоже к этому. Он все приезжал. Со студентами приезжали здесь. Все находились. Вот ко мне, к родителями ездили сюда. А почему два этажа у амбара? Что на втором этаже хранилось? Например, первый этаж там могло жить. А второй этаж для чего? Ну, второй этаж. Ну, это все равно что-то тяжело туда. А, вещи какие-то были? Понятно. Межсезонные. Там зимние, летние какие-то. Все понятно. Хлебозапасной амбар. Вот, ребят, даже можно. Можно там зайти? Можно? Да, можно, кстати. Экскурсия в замок. Откроет зайти. Посмотреть. Вот. Смотрите, как бревно рассохлось. Вот оно стоит. Старинное. Доской крыша шито. Влага вообще. Ну, вода просто текала. Только поднемки. Хлебозапасные, незапасные. Да? Да, Сергей? Хлебозапасные. Может, там много людей. Вот там ничего не видно будет просто. Скалом. Затем, да? Нет. Нет. Сейчас ребята посмотрят. И мы уже. Кстати, вот так вот ступени. Большие. Вот как с мешком сюда. Ну, да. Можно, наверное, с мешком подняться. Если да. Ну, этот, как говорится, второй этаж. Былохранилище. Как-то там снастей рыболовных на земле. Вот, смотри, на капканы ставишь. Бывает, что снега заметил. Откопать. Вот это маку молочка. Камень. Тоже не спать, что ли. Придерживаюсь. Вот, только здесь. Это самогонный аппарат. Ого. Где, где? Какие клетки? А где самогонный аппарат? Вон, вон. О, классно вообще. Где, где? Ну-ка. А, вот это? Да. Вообще, нормально. Все-таки раньше люди тоже делали все-таки, да? Домашние. Домашние. Раньше, помню, все это постоянно свои напитки. А сейчас что? Магазин есть. А седла именно для коней или еще для каких-то животных? Да, это вот для коней. А они больше ни на чем здесь не ездили? Нет, только на коне. Только на коне. А это лютка, да? Да, лютка. Вон, это мельница ручная. Толкань. А ну-ка, садись. Помоги. Как получается, толкань сделали? Сажали эту штицу. Потом ее срезали. Это не золото мыть, вот эти вот лотки? Нет, нет, нет. Это что делали? Мучные? Да. Лучное что-то, да? Наверное. Это потом этот талкань, когда зерна проедаешь, потом с этим сеешь пыль. А, все понял, шелуха, чтобы улетала на ветру. Да, да. Потом жарили, вот, на грубу. Ага. Жарили, потом толчили на этой. Толкань. Да. Вот. Вот. А это жутка. Вот корыто, это мясо рубили, как фарш. А, понятно, да, да, да. Варку? Варку. О, черепа. А вот это что за корень такой вот стоит, интересно? Это для чего в общем-то все это есть? Ну, интересный. Прикольно. Есть какие-то такие артефакты. Ага. Что, много он наговорил? Ну что, так интересно, да? Вот это да. Так. Ну, то же самое или чуть зажался? Зажался, конечно. Да, надо было так снимать. Что-то я не включил камеру. Я обычно снимаю на слове сразу, да? Да, было бы, конечно. Конечно. Ну, там звук. А иногда, знаешь, звук бывает, что именно так есть лучше. Слушай, фото. Так, ну смотри, костыль забитый, да, под него кору подкладывали березовую, чтобы от железа влага не шла и не гнила. Вот так вот дерево зарубали. С той стороны доской сделано, а здесь полубревно расщеплено. Как полубревно расщепляли? То есть, само бревно, ну, условно, ствол находят сосны, да? Ходят, подрубают его, берут защепку и оттягивают. И оно на пределе, допустим, метра полтора должно было отщепиться и ровно пойти, ну, сама кора. То есть, это бревно шло для строительства именно доски рубки. Вот. Его спиливали. Ну, это я знаю, как ханты-мансы делали. То есть, я там на севере как-то работал. Вот. И потом его ровно расщепляли. Коли забивали. Ну, клинья такие, да? Их аккуратно-аккуратно расщепляли, и оно получилось полубревно. И дома делали. Они четко-четко были дома сделаны. Вот. Ну, здесь вот такой запил чашей сделан. Ну, может быть, даже зарубленные. Непонятно. Хорошо знал, да? Да, это его учитель. Да? Конечно. Да. Вон, когда к Кемерово приехал, он был первый. Знаете его? А? Знаете его? Конечно. 90-а. А я был его первый студент. Ха-ха-ха. Име его. Остает его от ума. Вот он там на специальной. Ну он так и остался? Да. Татьяна Ивановна приезжает? Нет. Дочь приезжала. Лицо знакомое. Вы по подзору приезжали. Я приезжал. Было такое. Ну большинство Эти старинные предметы Наши Он увез. Тогда по музеям. Понятно. То что оставалось Что еще можно было В музей определить. Он вывозил. Он когда увез. Потом уже начало музей оставить. Мог все оставить. Ну по большому счету. Он наверное Походу не планировал. Ну вообще это Наверно 86 год. Да 86 год. Его однокурсник Он Основал На ангаре Тальцы. Музей под открытым небом. Ну он русский. А там когда Это Иркутское водохранилище Готовили дичь. Там очень много Деревень Затопили. И вот все это Вывозили. И вот такую Вот именно там на Тальцах Это было первое Вот такой экомузей Под открытым небом. И вот тогда Мы встречались. Он много рассказывал. Надо здесь Шостов тоже Такая же И вот Дошло Все таки Дошли И для этого Надо было Само по началу Для Шостов Делать Парад Да Да Надо Да Делать 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 Вот 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 Могила Великого Вот Когда Проходил Шолковый путь Сокупщики Призяли По горам Вот так И вот Их охранял Это Требезы Охраны Да Вооруженные Может Не знаю Хотели Забор Сделать Иначе Ведя Мы копать И наклониться На хранение Да Вот Они Там Получается Экспонации Ну Там Экспертизу Отставили Угу Он подтвердил Экспертизу Все Такая вот Форма Да Какие-то надписи Это прям они древние какие-то Это На камни Да Вон Сюда Надпись такая Да Да Рисунок Что-то Да Рисунок И с этой стороны Надпись Да Можно А куда Можно А куда Можно А куда Можете А куда Можете Было Захоронение Да Было захоронение Получается Вот Вот Сюда Вроде Капали Ограду Городили Нет Буклы Читаемые Но Точно Могила кыргызского воина, то есть они приезжали, когда здесь пушлины собирали и какие-то золото они как охраной являлись. Вот эту могилу захоронения начали под забор копать и она, как бы сказать, там нашли захоронение полностью с доспехами, с копьями, с какими-то там орудиями. Сейчас тропаток сюда ведет. Обряд как-то делали. Кто там в тайгу ходит, тоже так в духу просили. Сейчас вообще кто-то к этому обращается или нет? Да сейчас вон этот, бывает что шаманы приезжают. Так, ребят, многое пропустил, пока тут готовили, газовая горелка сгорела и пришлось готовить это на наших дровах, которые мы привезли. Вот это пухонная утварь, на камне расположились. Самое главное, по соседям мы все уберем, соберем. Вот так вот. Важно, что сало есть. Сало, горчичка есть ли? Давай горчички. Сало, именно так, без горчички кушать. Так. Обалденно. Товарищ генерал, мы не поедаемся. Стоять, а два. Смотри, он еще пытается от меня сбежать. Костян не сорвется, стой на месте. Стоять на месте, раз, два. Ну идите, я чуть-чуть, я всем по чуть-чуть. Дружище. Добрый пес, нет? Иди, может там чуть-чуть обломится. Худющие ребра одни. Побежал, побежал. Песик. Бабочки летают. Андрей, это вам. По прянику и по конфетке. Это полдник. Ты будешь в прянику? Константин, он как раз и за музеем следит. Рассказывал много, что там. Я говорю, его сильно не войдет, там уже посмотреть будет от гренады, которые снимают сейчас Дима. Это будет, наверное, интереснее. То есть плотнее как бы путешествие. Я снимаю, как наш быт. Кастрюлю где-то гремит, там ребятишки бегают, еще что-то. А он будет уже как бы целенаправленно о том, что, ну, о походе вот этом. О нашем именно съемках. Закурить попросил, потому что дома оставил. Но дело в том, что у нас вообще никто не курит. А тут только один с командой. Так что. Там такой камушек. Там, видимо, тоже собак. Так, интервью берут у Константина. То есть, нас спрашивают про местную жизнь. Как здесь все? Катерина Анатольевна, где она? Так, ребят, ну все, отправляйтесь с этого берега. Там сейчас водя завязывается, нас догоняет. И мы пошли место пока искать, где на ночевках. Мират, мы лопнули, вообще. Та, тысяч километров. Вот, ладно. А мне и лесу не нравится. Нормально. А? Да. Да? Да? Ты всю ночь собрался огребсти? Да, Юрий Долом. Как мне такого обеда? Хоть свинец гребти? Я с него соскользнул. Пацаны местные купаются. Молодцы. А кому-то вода не нравится, да? О, здрасте. 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 Выцепляйся чуть-чуть. А я сам. Нет, подкатывай залазь. Туда не надо, чтобы мы тебя видели, ага. Сюда лучше за дуби зацепись, а вот тут за ручкой. Но никуда. С краю ручка там вот черная, зацепись за нее, вот так держись, чтобы мы тебя видели. Вот и все. Иди прокатиться. Безопасно. Иди прокатиться. Давай. Я так. Ну ладно. Вы только на лето приезжаете сюда, да? На каникулы? А там, где вы живете, расскажи. Откуда вы сейчас? Я в Сергееве. О, ты горнолозник, наверное. На лыжах покатаешься? Учебный год. Молодец. А здесь бабушки, дедушки. Здесь домой они. Так что им с утра до вечера загар. И солнце купаться. Леги вам взори. Я сейчас по карте смотрела там. Через два ручья. Хочешь, запрыгни на нос. Все, хватит, запрыгивай. Подержитесь маленько. До поворота вас довезем. Глеб, ты где? Где-то там. Ты можешь запрыгнуть, нет? Не, не может. Ладно, ничего. Сейчас уже ручей. Холодный ручей вот этот, да? Да. Да. Как бы сюда с бабушей и дедушкой не ходить. К кому-то ездить? Глеб с папой и мамой. Ну, они тут живут. Дед, бабушка. Холодный ручей. Не, тут ничего. Не, тут ничего. Нет, тут ничего. Пойдешь еще обманывай. аккуратнее там аккуратнее аккуратнее плывите к берегу вот это замерз до не он не промокает поедите поделись и дача им бы конечно деревне да это финики до ближайшего магазина 60 километров понимаешь какие здесь магазины частные и какие они там в основном что там продают самое такое необходимое для взрослых а для детей это так уже с поселка выдвинулись и ищем где будет светлая стоянка на вечер то есть если она на вечер в это время суток светлая то есть я думаю что она и утром будет светлая вот так вот расположена здесь географически где-нибудь полочку найдем уже завтра у нас будет выход до с парка и до артона там в районе артона ночуем и пойдем уже послезавтра по порогам послезавтра же по порогам это однозначно местный парень стоит здесь рыбачить потому что вот лодка в нем деревяшка да и с собой не привезешь так вот сейчас опять тень зайдем то есть условно сейчас поворот река будет делать там же где-нибудь полку надо искать здесь встать негде осыпи если допустим с левой стороны но опять лестницу грудь мух кормить это тропа вот ветка рубленая может быть даже к это стоянка здесь там ручей слышно шумит еще место где встать о как будто вообще не желательно тропа какая-то нет это дорога лесовозная бывшая все ясно там тропа такая протоптанная ну хрен тут я не думаю что это люди ходят пойдем дальше ручей вообще вон там шумит как на сырое приятно сесть да да лесовозная была канавы такие вот что это еще один поворот пройдем до реки до суеты то есть где-то 1 9 километров должен должна быть стоянка пока не видим она по левому краю да вот лишь бы она расчищенная стоянка вот эти пустые лезь тоже мошку кормить это очень плохо ребят хотели вон там остановиться там выкосили чуть-чуть ну вроде как место лучше нашлось вот здесь и она организована стоянка чуть мы до нее не дошли когда накрытый навес же ребята разгружаются то есть кричат она заходите сюда но в принципе да здесь солнце на закат и она рано вот так вот выйдет утра эти места уже более понятные глаза полный за лесом по кустам пока пытался расчистить место притащил мошки кучу есть такое что вперед них паркурс или давай дышь дальше туда туда подальше он но в ты лишь как мы же не спорили с тобой ты-то знаешь места у тебя да не у тебя чутье я тебе прям серьезно у тебя по алтаве паркуемся нет да наверно надо затащить сразу берем давай давай еще еще отлично давай я столько мы шкалы за собой притащил там просто янка такая симпатичная с виду мангалом оборудована палаток поставить несколько штук вывать и лежит даже есть утварь да там даже продукты есть печенье там все это газ еще и печенье есть ну хорошо поставить их на лодку уже все останавливается потому что мата полотна на берегу сейчас вакуну и заморачиваться туда в кусты лезть смысла нету если компания придет ребятишек будет ураганная баня заходи туда так алекс и катериной подошли время еще осталось умыться только искупаться не более да я думаю надо идти умыться искупаться потом палатку будем ставить там все горит костер работы это наши такие ребята все туристы так это наш кат ох машки то сколько мы такие потные все вкусные еще приехали так это у нас сегодня сбор полетов вот ребята там себе корневище выкапывать вкладывается так уже стоянка оборудована еще таким туалетом шатер непогода можно посидеть но и при том что это достаточно далеко от общего как бы место днем конечно бы пошел но ночью я наверно сюда не рискует на выход тут елка поваленная распилили дрова с нее взяли лежала такая выбор выборки назвать корни мухи так и едят сильно прям долго это невозможно вот это впечатление как будто я уже здесь был или такой возвращаясь счет то же самое даже к ты стоят еще что-то муж сон какой-то не знаю здесь бывает это уже это что-то знакомая-знакомая как выходишь на берега каша гречневая варивается хорошая таганок сделаны и рыбакистка здесь останавливаются и у нас столом фонарь копинговый такой классно смотрится на 32 час я родилась 71 таком кости я знаю у меня в маршрутке все отмечено спасибо что не забываешь что она помнит числа когда вы родились помню помню а ты еще-еще в них помню Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это колыбельный Под огромной луной Темный лес укрывал На зеленой листвой Я тебя целовал У ночного огня Я тебе подарил Олег Владимирович, вчера был душевный вечер Сегодня тоже должен быть душевный вечер Садись Давайте хоть поиграйте Мы попоем Сегодня мы попоем Давно не играл Прям очень-очень-очень давно Мы сейчас Олегу Владимировичу Словами Высоцкого скажем Играй, парнишка Пой, пока не удавили Молодец 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 Такие слова Сразу вспомнил Положаю Если что, я тут потяжу Ну что, Олег Владимирович, садись Просим С ноги я умею ходить И поэтому иду Иду навстречу цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины Их женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город-сказка Город-мечта Город-мечта Попадаю в его сети, пропадаешь навсегда Глотая воздух Проснутый сквозняков С запахом бензина И дорогих духов Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна Электричество газ, телефон, водопровод Коммунальные раи без хлопот и забот Город-сказка Город-мечта Попадаю в его сети, пропадаешь навсегда Глотая в воздух простуды сквозняков С запахом бензина и дорогих духов И от осени не спрятаться, не скрыться Везде желтые Не видно вас, ребята, что здесь А на баре там вообще рука ашита У меня аж кисть болит начинать на бары, когда ставишь А я его взываю Ну что, Легландише Может быть Есть такое? Ну поиграй, сыграй нам про папу Пора в дорогу, старина, подъем пропет Ведь ты же сам мечтал услышать, старина Как на заре стучатся волны в парапет И чуть звенит баштак, как первая струна Дожди размоют отпечатки наших гет Загородит дорогу горная стена Ну а мы пройдем, глянут волны в парапет И зазвенит баштак, как первая струна Послушай, парень, ты берешь ненужный груз Ты слишком долго с ней прощался у дверей Пошли с любви за людей слепая грусть И повернуть обратно хочется скорее Ну что ж, пойдем Ну что ж, пойдем Уже кончается рассвет Ведь ты же сам мечтал услышать, старина Как на заре стучатся волны в парапет И чуть звенит баштак, как первая струна А если трудно разом все перечеркнуть Давай поделим пополам твою печаль И я когда-то первый раз спускался в путь Спускался и не мог сказать прощай Пойми, старик, ты безразличен ей давно Пойми, старик, она прощалась не с тобой Пойми, старик, ей абсолютно все равно Что шум приемника, что утренний прибой Чтоб опять не скитался я Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна А мне в дороги далекие И маршруты нелегкие Да и песня в дорогу мне Словно воздух нужна А чтоб устать от усталости А не от собственной старости Чтоб не жизнь в кабаках, руках Прожидать у костра Пусть лесною Пихта лапкой по нервам бьет Не на выставках, а на небе Изучать камера А чтоб таежные запахи А не комнаты затхлые Чтоб не жизнь в кабаках, руках Прожигал у костра А не тверди, чтоб остался я Чтоб опять не скитался я Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна А мне в дороги далекие И маршруты нелегкие Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна Спите себе, братцы Все придет опять Новые радиации командиры Новые солдаты будут получать Вечные казенные квартиры Руки на затворе На головах в тоске А душа уже взлетела вроде Отчего мы пишем кровью на песке Наши письма не нужны природе Отчего мы пишем кровью на песке Наши письма не нужны природе Спитесь Подожди Постой еще немножко Посидим с товарищами У костра Вслед за песней Позовут ребята В неизвестные еще края И тогда Над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой Мечта моя И тогда Над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой Мечта моя Я вижу целый мир в глазах тревожных В этот час на берегу крутой Не смотри Ты так неосторожно Я могу подумать что-нибудь Я могу подумать что-нибудь Не то Сначала Чтоб прочувствовать до конца В этом дальнем таежном крае Как умеют любить сердца Огрубевшие от скитаний Как умеют любить сердца Огрубевшие от скитаний Дым костра создает уют И стрыры гаснут в полете сами Пять ребят о любви поют Чуть охрипшими голосами Пять ребят о любви поют Чуть охрипшими голосами Солнца не будет Жди, не жди Третью неделю льют дожди Третью неделю наш маршрут С теплой погодой в рост Словно из мелких мелких сих Третью неделю мороси Случки погас у нас костер Веток подбрось В мокрых палатках спят друзья Только дежурным спать нельзя Сосны качаются в ночи Словно арган гудят А у костра ни сесть, ни лечь Как не устанет дождик свеч Слушай, давай станцуем вальс В ритме дождя В небе не виден звездный свет В небе просвета даже нет А я под ногами не паркет А в основном вода Но согревает нынче нас Этот смешной и странный вальс И вопреки всему горит Наша звезда Но согревает нынче нас Этот смешной и странный вальс И вопреки всему горит Наша звезда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова